Сначала подкрутить отверткой, а потом уже автоматика сама развернёт камеры уличного наблюдения. В комплект всевидящего ока входят 10 камер. Четыре встроенные, остальные можно закрепить на объекты неподалёку. Радиус обзора 300 метров, но можно и с одного берега на другой перемахнуть одним кликом мыши. Работает такой мобильный комплекс по этическим именем «Волна» на общественных мероприятиях. Краш было выявлено несколько штук. Ну и административные были выявлены нарушения. А сюда стекается видео с 405 камер уличного наблюдения системы «Безопасный город». Пока она охватывает только левый берег, центр как на ладони. Есть даже камеры, которые способны самостоятельно заметить правонарушения. Такие, например, следят за граффити-райтерами возле Краеведческого музея. А путать половину Красноярска в сети видеонаблюдения обошлось 800 миллионов рублей. Чтобы накрыть весь город, нужно ещё 200. Но денег в краевом кошельке на эти цели нет. 230 миллионов рублей нужно для того, чтобы те объекты, которые уже были запроектированы, их оснастить с системой видеонаблюдения, провести пусконаладочные работы и уже подключить их непосредственно к нам. В октронеусыпному оку за 10 месяцев полицейские раскрыли 90 преступлений, можно сказать, не отходя от монитора. Часть камер записывает сцены аварий. Но бывают и курьёзные случаи. Например, не так давно с помощью видеонаблюдения на мосту удалось отыскать потерянный сноуборд. За 20 лет в изоляторе временного содержания городской полиции мало что поменялось. Разве что цвет стен. Весь интерьер регламентирован приказами, мебель прикручена к полу. Жизнь внутри этих камер идёт по строгому распорядку. Их кормят три раза в день. Кормят три раза в день. Да, обязательно горячее питание. Согласно федеральному закону, трижды в день. Соблюдать лимитизатор с 13 до 14 обед, с 17 до 18. Ещё можно кипятку попросить для чая и печенья у родственников. Попадают сюда обычно на 2-3 дня на следственные действия. Но условия, говорят, задержанные здесь хорошие. Скучно сидеть. Попадать по условиям задержания нормально. Постельное бельё чистое постоянно. Книжки читаем. В библиотеке книжки читаем. Шахматы играем. И в шахматы играем. Карты не разрешены, да, здесь? Нет. Единовременно изолятор может принять чуть больше 70 человек. Но заполнен бывает чаще всего наполовину. Клавдий Стримахович, Дмитрий Кутько, Афонтова новости.